Всем привет, меня зовут М.Ж.Рамон и добро пожаловать в дальнейшее прохождение второго акта Broken Age. И, друзья, как я и обещал, давайте узнаем, что происходит у нашей подруги. Как там она теперь будет осваиваться на необычном космическом корабле. Ну, необычном уже для неё получается. Итак, какова её история? Цель обнаружена. Нужно выровнять выстрел. Почти попал. Ну, она почти моя. Стой ровно. Ладно, он будет продолжать это говорить до посинения, видимо. Смерть сверху! А, чёрт. Я думал, я попаду. Ты что, меня пытаешься заколоть? Зачем? Не воспринимай это лично. Просто это то, что я делаю. Например, минуту назад я взорвал целый корабль. Ладно, и взорвал саму материю. Ну, ты будешь лёгкой целью. Я думал, что не может быть ничего страннее. Давайте возьмём его с собой. Я знаю, что ты вернёшься. Что-то мне говорит, что... Ты ценишь хорошие ножи. Можно ли просто подтвердить, что ты говорящий нож? Потому что я пытаюсь понять, теряю ли я свой разум или просто немного галлицинирую. О, я настоящий. Технологическое чудо. И ещё и острый. А что ты делаешь внутри монстра Макчётра? Монстр? Парень, ты внутри космического корабля Бассиностро. Ну, или девчонка. А, ну, или снаружи, на самом деле. Парень, кид. Кид, в принципе, это... Дитя. Ребёнок. Дитя. Надо запомнить. Дитя. Мы снаружи космического корабля? Тогда как я могу дышать? Откуда она знает вообще про космос? Не спрашивай меня. Нужно... Признать, конечно. Корабль вёл себя странно после того, как я его порезал. Но это не... В принципе, ожидаемо. А кто капитан этого корабля? Другой... Пацан, парень, ребёнок... Выбрался из дыры. На настоящей мозге... Мы её зовём Мама. А где мне найти маму? Не слышал о ней ничего. Долгое время. Но я... Я её так и не заколол. А, вернее, я её и не колол, так что я здесь не виноват. Ты идёшь со мной. И для записи... Я сбила корабль. Да, как скажешь. Поездка есть поездка. Такой, знаете... Отчаянный паренёк. Отчаянный. Жаль, он не понимает... Всего происходящего. До сих пор я могу видеть небо, сквозь эту дыру. В космосе. Странно. Да. Ладно, Вэлла, что у тебя есть? Триггер для луча смерти. А, да-да-да-да. Те самые тапочки. Ну и, собственно, нож. Да, у неё здесь немного предметов. Но я думаю, мы с вами скоро найдём... Стоять. А, нет, тут нельзя остановиться. Найдём ещё... Ух ты. Вызота ниже рекомендуемого. Попытка... Попытка взлёта. Корабль не на оси. И так далее, и так далее. В общем, система недовольна происходящим. Ха. А-а-а. Ха-а-а. Выглядит, как будто эта штука повреждена из-за меня. Ага. Хм. Ничего не выходит и не входит. Ладно. Тут у нас... Окей, он пытается починить звёздное поле. Видимо, функция недоступна. Не получится нам здесь повзаимодействовать с этим. И эта штука тоже поломана. И, по идее, нам бы их как-то надо бы соединить. Йеп. Какие-то... Какие-то нам нужно найти... Трубы для того, чтобы починить. Что это? Для рыбки? Для рыбки? Э-э-э... Аквариум. Космический шлем. У! Космический шлем мы нашли. И он починил звёздное поле. Хорошо. Ага. Ладно. Хотел нагнать обратно он давление, но давление нагнать у него не вышло. Да, да, я понял. Хотя, может, мы сейчас можем взаимодействовать, кстати. Что это делает? Странный запах выходит из этой. Ага, понятно. Мы можем забраться наверх, по идее. И, собственно, и всё, что мы здесь можем с вами сделать. Надеюсь, ты сможешь. Давай, го-гел-гол! Гоу! Открывайте! Чёрт. Не открывается. Попробуем ножичком. Эй, Пойнти. Эй, Пойнти. Сможешь открыть? Меня зовут... Дач. Ладно, Дач. Нет. Ну, ладно. Ты хорошо режешь, да? Меня зовут Дач. И ответ... Да. Да, да, да! Наконец-то. Спасибо за это. Спасибо тебе. Это начало... Просто замечательной дружбы. Я тоже так думаю. Что ж, ладно. Какой-то вариант у нас всё-таки появился. Я уже хотел сдаваться, ребят. Никогда не сдавайтесь. Ммм, я может быть able to make a connection with this little hose, but which one? Ну, а какие нужно соединять? Я сам не знаю, а сейчас мы с тобой будем экспериментировать. Вот эту... Ммм, я может быть able to make a connection with this little hose, but which one? И... Вот так. Процессивная панель 114. Окей. Ну, а теперь что? Ну, давай посмотрим, что это. А, теперь мы можем забраться повыше и отрезать ещё кусочек. Как вам такое? А, либо надо открыть несколько таких панелей. Ммм, можем отрезать ещё. Есть небольшой точкой на этой панели, но я не могу отрезать её от сюда. Я не могу отрезать эту панель, ребят. Ладно, а как только мы вот эту штуку отключим. И подключим, допустим, вот так и вот так. И... Не понимаю. Я тоже. Давайте вернём. И вот так. Кажется, всё закрылось только что. Акцессивная панель 114. Хорошо. Ну, а теперь что? Не могу отрезать другие трубки с этой короткой. А, слишком короткая трубка, да? И когда мы это убираем, ладно, попробуем найти другую. Это не подходит. Попробуем соединить тогда снова, опять же. Вот это и вот это. Это не звучит хорошо. А так? А так? Да, да, да. Теперь там что-то с воздухом происходит. Ну-ка. Ага. Вот это нам и нужно было. Теперь попробуем. Давай. Видимо, не очень была хорошая идея. Видимо, вот это она хочет отрезать. И остаться в живых. Но проблема, ребят, заключается в том, что как только мы отсоединяем вот эту трубку, Ну, кто бы мог подумать? Ладно, кто хочет жить бесконечно? Я начинаю любить тебя, детка. Ты мне начинаешь нравиться. Это было больно. Но оно того стоило, наверное. Резать всегда стоит. Всегда. Всегда круто. Ну, ладно. Оказалось, что просто нужно было пытаться периодически. Поставил в одно место, пошел резать. Поставил в другое место, пошел резать. Ох уж эти квесты, ребят. Вот ей богу. Теперь. Использую эту длинную. У нас... Давайте подумаем. Нужно где-то что-то с чем-то соединить. В любом случае. Мы можем, в принципе, попробовать... Попробовать здесь вот так вот соединить. Ты... Да-да-да-да-да. Длинная труба, это, конечно, замечательно. Это мы попробуем сюда. А это мы попробуем сюда. О, мы восстановили систему. Начинает давление восстанавливать. Это хорошо, да? Антигравитационное поле. О, поехали. Гиростабилизаторы онлайн. Комната вращается, или это я? О, напомню, корабль стоял не по оси. О, господи. Ладно, с первой попытки в этом случае мы с вами все-таки смогли сделать правильно. И внезапно мы с вами оказались в космосе. О, это люк. Я его пропустила. Что это за клешни такие? А это что за клешня такая? Ладно, попробуй забрать вот эту. Надеюсь, ей так же тошно, как и мне. Да-да-да-да-да-да, Вэлла, старайся, старайся. Ну как это? Как это тебе не нужны ботинки здесь? Думаешь, достанешь? Я могу порезать, но не смогу поймать. Зато я могу ловить тебя. В общем, не очень-то он рад. Теперь это открыто. Если бы я только могла туда попасть. Если бы, Вэлла, я тоже мог туда попасть. Мы сейчас с вами не дотягиваемся в принципе ни до чего. Мы могли бы что-то бросить во что-то. На. Можешь убить для меня эту руку? Мне нравится, как ты думаешь. Но нет. Сделан из металла и большой как дом. Я думал, ты убиваешь целые космические корабли. Да, вот об этом я и говорю. Он недостаточно большой. Да, точно. Это странная огромная гигантская рука. Слишком мне что-то уж напоминает. Ты почти угадала, Вэлла. Просто пытаемся применять разные вещи на разные вещи. Знаете, обычно так это все и работает. Оу, оу. Окей. Нет, тут надо... Тут надо, чтобы мы с ним были на одном уровне. Рука была передо мной, а я был перед рукой. А, черт. Так, и вроде бы... Отлично. Ты поймал меня! Теперь давай к этому шляпу. Окей. У нас есть рука-хваталка. Мы сможем схватить ведро? Эээ... Ботинок. Не дает, да. Рука мешает нам. Эээ... Конечно же, слишком далеко. Значит, мы можем, по идее, зацепиться там внизу. Попробуем. И... И... Тоже недостаточного... Недостаточного расстояния. Что ж такое-то? О, рука замолчала почему-то. А, черт. Что-то говорит мне, что, в общем, мне оно понадобится. Ладно. Ботинок к ботинку. По идее, там должно быть что-то типа магнитных ботинок. О, еще не долго. А так? Упс. Не в ту сторону. Хорошо, хорошо. Да, магнитный ботинок. Эй, я узнаю эту хватку. Ты был в одних из этих тентаклей. И пытался меня схватить. Возможно, одна из тех, которые я подстрелила. Ну, окей. Теперь мы, по идее, можем здесь перемещаться. И рука... Затихла, наконец-то. Не могу достигнуть эту бутину. Наверное, не мой размер, в любом случае. О, окей. Я не думаю, что это поможет мне ничего. Я не могу дышать. Я не хочу летать из этого. Может, я могу отстрелить эту вещь. Уху! Возвращение! Я сделал это! Я сделал это! О, а тут и гравитация, оказывается. Так-то лучше. Воздух там становился слишком уж... Разреженным. Окей, друзья, мы проникли с вами на корабль. И сколько усилий, оказывается, потребовалось, чтобы... Мы смогли с вами это сделать. Давайте посмотрим, может мы маму найдем. Я в каком-то коридоре. Это внутренности существа. Не сказать хуже. Воздушный шлюз впереди Безопасность и так далее Но не переживайте, я одену на тебя пирожочек Итак, эти части космического корабля, которые я нашла, принадлежали кому-то по имени Сладкий Пирожочек Но кто за этим именем скрывается? Вот это я хочу знать Скоро, надеюсь, узнаешь Ну и, собственно, да, здесь мы все посмотрели Повзаимодействовать мы здесь больше ни с чем не можем Так на всякий случай проверяем И отправляемся с вами Вперед Мы движемся, это означает Я снова разбудила Макчотру Мне нравится этот паренек Ты еще один заключенный Макчотры? Должна быть служанка из какого-то... Из каких-то земли из шестиугольников Не переживай Я тебя спасу, в общем И тут еще один стоит тоже Ладно, я понял Я понял Тут беда совсем какая-то Это начнет огонь Все разбито Все очень плохо Все очень и очень плохо Предметы, помещенные в мусорную корзину Будут выброшены из корабля Окей Пути у нас тут тьма просто разная Это поезд? Дверь не открывается Можешь открыть эту дверь, дач? Извини, как только они закрыты, только мама может их открыть Она мозг этой операции Мозг, а? А ты можешь меня к ней привезти? Могу лишь сказать, что ты... Что ты... Близка Что уже теплее Помнить бы, ребят, еще Где, какой лифт, куда ведет Привет Похоже, этот шкаф спит Ну ладно Мы пойдем тогда в этот шкаф Черт, это... Тут полный беспорядок Макчетра должно быть снова жив Но он не выглядит так уж хорошо А, бедняжка Ладно, возвращаться, конечно же, нет смысла Этот парень тоже И здесь у нас все есть Выглядит, как будто там что-то ужасное внутри Но что? Нет, не открывается И еще одна такая штука у нас Ладно Ох Тут столько мусора здесь Баррикады Хорошо, что ты смогла их отодвинуть На самом деле Ни в смысле я не перестану это Я бы получил электрикады Попробуем сходить сюда Похоже, это комната, где они переплавляют разные вещи И тоже закрыто И нам, видимо, надо с вами найти способ Открыть все эти двери Так, это тоже поломан Все поломаны Бедные ребятки О, нет, открыто О, желудок зверя Или корабля В любом случае, монстр или машина Я сюда добралась первее Должно быть все Быть проще изнутри Ладно, у нас тут панели всякие есть Мы, походу, летим куда-то все-таки Это мозг Выглядит важно Но и очень поддельно Наверное, прикрытие Ну да, здесь мы Серьезно Кто подумает, что он обманывает кого-то с детскими игрушками Ну Есть тут один паренек Который все-таки повелся на эти вещи Скажем так Ладно, много опять Куча дверей Закрыто О, а тут открыто И, скорее всего, та дверь тоже еще была открыта Справа Нет Я попробую открыть вот эту дверь Ты можешь быстрее? Спасибо Нет Значит, единственный мой вариант Единственный мой шанс И вообще тут, кстати, еще что-то происходит Мы не в космосе, Дач Я знал это Я тот, кто сбил корабль, помнишь? Нет, это я сделала Ну, давай не будем драться Давай Командную работу устроим Поскольку, как только В общем, пока я буду что-то резать Я согласен Да-да-да, сейчас мы попробуем найти этот чертов мозг Ходить тут можно просто до бесконечности Попробуем сюда повернуть Закрыто Эй, там есть кто-нибудь? Кто там? Я еле слышу вас Мы нашли маму Мама Меня зовут Вэлла Тартин И я здесь, чтобы уничтожить вас Отдел инженерии Обычная проверка И корабль горит Вам нужно выбираться Да Я знаю, что он горит Вот почему я стою здесь И пытаюсь Оставаться в огнепрочной Огнебезопасной комнате Пока не придумаю, что сделать Кто это? Все нормально, выходите Безопасно? Ты кого ты обманываешь? Блин Это мозг Макчетры? Логов Дтрейн? Так, она нас неправильно поняла Вы можете открыть эту дверь? Могу, но не буду Пока не буду знать, кто ты Департамент инженерии Просто обслуживание О чем ты говоришь? Это ты, Шей? Это я, Шей О, действительно? Это правда ты, Шей? Ты звучишь так странно Это я Разве ты меня не узнаешь? Ну, не совсем Если сказать по правде Ну, в общем Была травма Повредила мой голос Это звучит ужасно Если это правда Но я до сих пор не знаю, чему верить Если ты не веришь, что я Шей Я ухожу Я не знаю, во что сейчас можно верить Мой сын понял бы это Наверное Ну, ладно Придется признаться, ребят Меня зовут Вэлла Тартин И я здесь, чтобы сбить вас Ты сказал Мартин? Шей Ты шутишь, что ли? Окей Так, это не работает Ладно, я не совсем, Шей Что? Ты жестоко решила подшутить? Если ты не веришь, что я Шей Я ухожу Ладно Но она знает эту фамилию И, скорее всего, мы явно родственники А, подождите Она же и есть его мать Это слишком странно Это слишком, друзья Странно Что это? Что-то типа жилого квартала Так, здесь всякие люки Которые мы могли спуститься Да, давай узнаем Но давай сначала вернемся все-таки назад Может, мы, кстати, своего друга там внизу встретим И он нам поможет Шей Ты Ты Это ты Последняя Окей Ты кто такой? Ты контролируешь этим кораблем монстром? Нет Она контролирует Мозги Я отщепенец был послан спасти маленького парня И от кого же ты его спасаешь? От нее Ту Которую зовут Мама Она запрограммировала, чтобы Запрограммировала, чтобы оставлять его в безопасности Но потеряла разум Теперь он ее заключенный Мы все ее заключенные А кто ее? В смысле, она Она Мозг этого корабля Ты найдешь ее в комнате Возле галереи Но будь осторожна У нее глаза и руки повсюду Парень уже не заключенный Он сбежал, когда я Когда я Зашла на борт Понятно Но это не должно повлиять на миссию Какую миссию? Завладеть кораблем И закончить это безумие Врун Наглый, подлый Врун Парень Это тот, который похищал служанок? Нет И да Он делал выбор Но он не знал, что он выбирает Он думал, что он спасает Существа, что это то, что мы делаем Ага, то есть Все, теперь картинка наконец-то до меня дошла И все сложилось Когда Шей манипулировал Помните, в первом акте От этими всякими щупальцами И пытался, типа, спасать служанок На самом деле он Похищал тех служанок, которые были на берегу Ясно А как вы вообще кого-то спасали? Мы спасали вас От чумы От какой чумы? Вытащи меня отсюда, я объясню Почему вы выбрали парня Чтобы он занимался этой спасательной операцией? Даже на лучшие технологии Не подходят Не подходят Ну, короче, не идут сравнения с инстинктом Шея Ты не особо-то и объясняешь Это Мне сложно говорить Сними с меня это Я все объясню Все объясню Почему ты назвал меня последней? Ты последнее существо Последний субъект Нашей спасательной операции Шея особенно с тобой заинтересовался Даже более одного раза И почему же вы меня исключили? Наверное, он почувствовал твою силу Твой дух Я думаю, надеюсь, он был прав Сингл А, почему вы меня не исключили? Почему вы меня выделили среди остальных? Что-то типа того А где те, кого вы спасли? Они в безопасности, но закрыты Как только мы получим контроль над кораблем Мы их освободим А куда направляется этот корабль? Наверное, на родину Чтобы доставить нас хозяевам Окей А мы можем остановить этот корабль? Да Но только если мы проберемся в центральную комнату контроля Она закрыла дверь Каким-то, в общем, ручную Она может только его открыть Изнутри А ты можешь открыть какие-нибудь закрытые двери на этом корабле? Ну, мои руки связаны Но я могу, наверное, ударить по этой кнопке Это все, что я могу сделать Спасибо Я могу с этим работать Эй, подожди, но ты же волк Извини У меня странный день И я вообще странно Узнаю и познаю вещи вокруг себя Длинная история Но когда ты мне поможешь, я все тебе расскажу Обещаю Мне надо идти Отправляйся в центральную комнату контроля Единственный способ остановить это безумие Окей Я думаю, ребят, мы его остановим Но уже в следующей серии К сожалению, наше время давным-давно подошло к концу И вопросов у меня намного больше, чем ответов Пока что у нас фаза изучения и ознакомления А потом уже начнется действительно фаза настоящих действий Что ж, встретимся с вами в следующей серии Меня зовут М.Джер Амон И мы здесь закончили Пока Субтитры сделал DimaTorzok